здравствуйте уважаемые любители аквариумистики и в этом видеоролике мы наконец-то добрались до разговора о креветках и этот ролик в первую очередь ориентирован на начинающих аквариумистов однако я надеюсь что он будет полезен в том числе и для опытных ребят начнем мы с общих советов по содержанию креветок в вашем аквариуме а в конце составим небольшой топчик креветочек которые подойдут начинающему аквариумисту и на самом деле содержать любых аквариумных креветок совсем несложное занятие пожалуй единственное исключение из этого правила креветки с которыми не справится не то что новичок а даже порой опытному аквариумисту это будет не под силу это креветки сулавеси все остальные креветки по большому счету запросто можно рекомендовать даже самых первых дней вашего занятия аквариумом но если вспомнить те далекие времена когда мы сами были начинающими аквариумистами честно говоря содержание креветок казалось каким-то очень сильным колдунством архимагии и алхимией и на самом деле долго мы не заводили креветок себе но потом случайно появились вишенки за ними а маночки потом кристаллы и так далее и тому подобное по нарастающей в общем до бесконечности содержание креветок оказалось совсем не таким страшным как его описывают в интернете и вот вам уважаемые новички наши рекомендации абсолютное большинство креветок прекрасно живет при самых что ни на есть обыкновенных параметрах аквариумной воды такие страшные слова как осмос тдс времени реализаторы бустеры и так далее и тому подобное все это обязательно лишь для некоторых видов креветок например для таких как кристаллы это только потому что в жесткой воде они размножаться наотрез отказываются а с учетом очень короткого века всех абсолютно таракашек аквариум с ними быстро пустеет со спокойной душой можете заводить себе креветок из рода неукаридин или даже некоторых каридин самое главное чтобы в аквариуме не было завышенной концентрации азотистых и в фосфатов второй важный момент всегда отождествляйте креветочник с травником аквариум не обязательно должен быть пышной акваскейперской банкой но и не должен напоминать хиросиму после атомной бомбардировки с одним единственным лопухом посередине который сажал лично чак норрис и поэтому он выдержал нападение используйте неприхотливую валиснерию роголистник перистолистник или тот же самый яванский мох либо мох стринг главное поймите что креветкам необходимо много нычек особенно молодняку народ они пугливый и весьма чувствительный теперь давайте пройдемся по более тонким фишкам и частым вопросов новичков лютый враг всех креветок это планария если вы увидели на стенках или в грунте этих самых мерзких червей знайте хана всему вашему креветочному царству у меня у самого лично был прецедент когда я принес со растением из чужого аквариума планарию она перебила мне всех вишней до единой дело в том что эти твари паразитируют на креветках и жрут их икру и со временем если не избавиться от планарий аквариум с креветками медленно но верно опустеет как же поступить в таких ситуациях абсолютно все гельминты обретают вечный покой от применения сульфата меди но как многим известно от меди вслед за планариями четким и ровным хороводом идут к нептуну и все креветки притом идут туда в обнимку с улитками применение сульфата меди категорически запрещено в креветочнике многие аквариумисты рекомендуют применять от планарий вет аптечный фептал мы же рекомендуем человеческий немозол 400 он есть абсолютно в любой аптеке берите таблетку немозола делите на четвертушки и в течение четырех дней вносите по 1 четвертушки примерно на 100 литров чистого объема аквариума все даем гарантию никакие планарии не выживут дабы в наш огород не прилетело пару сотен тапков предупредим от немозола пухнут улитки если у вас есть бесценные экземпляры катушек физ или покемонов обязательно доставайте их перед лечением точно скажем вам что улитки теодоксусы сто пудов не выносят немозол одним словом аккуратнее креветкам к слову тоже немозол не по вкусу не переборщите и помните в борьбе с планарий важна не сколько дозировка сколько экспозиция 34 дня понемножку аккуратно и планарии исчезнут далее раз уж упомянули медь ответим на частый вопрос о ее содержании в удобрениях для растений медь содержащаяся в удобрениях совершенно безопасно для креветок потому что концентрация и просто микроскопическая следующим важным моментом содержание креветок является их правильное кормление часто новички закармливают их до ожирения в последней стадии и черт с ним с ожирением но именно постоянный переизбыток форма в аквариуме ведет к появлению планарий если у вас прям плотный такой креветочник превентивно используйте специализированные корма для креветок например такой как тетра круста полноценный корм специально разработанный для креветок и раков если у вас нет табуна креветок даже не заморачивайтесь покормили рыбок их кормом и все все что упадет в кусты схомячат креветки можно сказать что креветки весьма самодостаточны и сами могут найти себе пропитание в аквариуме но если же вы хотите заслужить респект уважуху от своих подопечных на рвите листочки грецкого ореха березы и дуба засушите периодически кидайте один-два листика в аквариум креветки обожают их и могут сутками напролет сидеть на них чавкать помячить и так далее им это очень нравится что еще думаю для многих не секрет что ракообразным свойственно периодически линять смена старого хитинового панциря на новый это по сути единственный способ подрасти для наших малюток кроме того линька это способ восстановить утраченные конечности а креветки утрачивают эти самые конечности достаточно часто и при самых разных обстоятельствах там акула бензопила день в дв назвал тещу швабра и так далее успех линьки зависит от многих факторов один из них это наличие в воде кальция кальций это основа хитина для панциря также очень важен такой элемент как йод он является коферментом для синтеза хитина при дефиците йода велика вероятность что креветка не сможет перелинять и погибнет поэтому если в вашем аквариуме живут ракообразные не обязательно но желательно приобрести йодосодержащие препараты из специализированных аквариумных препаратов можем порекомендовать тетравитал который содержит в себе не только йод но и витамины группы b пантенол магний и прочие замечательные вещи которые будут полезны как креветкам так и рыбам и аквариума в целом как целостный как известно экосистеме если же вы живете на сосне посреди тайги а вход ближайший зоомагазин круглосуточно охраняет медведь в этом случае зайдите в аптеку и купите единол и вот также можно применять в качестве вспомогательного средства для линьки аквариумных таракашек все подробности в ссылочке в описании к этому ролику и краткое резюме что же нужно для успешного содержания креветок первое аквариум литров этак-так на 20 это должен быть травник с фильтрации аэрации и всеми остальными необходимыми вещами у вас обязательно должны быть капельные тесты на фосфаты и нитраты а лучше иметь под рукой всю линейку тестов благо они есть недорогие например многие хвалят и мы рекомендуем отечественные тесты от компании you и и однако они продаются только онлайн в оффлайн магазинах вашего города можете купить недорогие тесты владокс или же тетровские тесты пожалуй на этом все все остальные моменты по содержанию креветок в аквариуме ничем не отличаются от общих требований содержания аквариума в целом важный момент крайне желательно на заборные трубки фильтров ставить при фильтры или сеточки вот посмотрите у нас на фильтре тетра x плюс стоит родная штатная губка при фильтр а на втором внешнике от лагуны надета самодельная сеточка делается это для того чтобы креветок ненароком не засосала в канистру фильтра что обычно происходит с мелкими видами и особенно с молодняком на этом разрешите завершить рекомендации безусловно сказано это только база и только лишь верхушка айсберга однако я искренне надеюсь что рассказал достаточно чтобы новички посмотрев этот ролик перестали бояться содержать креветок а теперь переходим непосредственно к нашему топчику креветок и в этом топе вы не увидите каких-то супер сложных содержания креветок любые креветки которые будут названы в этом топе могут спокойно содержаться новичком в обычном новичковом аквариуме при условии что он будет читать статьи фанфишки и прямо сейчас подпишется на наш канал из рода неокоридин естественно рекомендуем креветок вишен они же черри встретить вы их можете под различными на самом деле названиями это сакуры red fire кровавая мэри и так далее и тому подобное по сути все эти названия характеризуют лишь степень и качество окраса вишенок все равно это те же самые креветки вишни можете смело брать 20-30 штук на 100 литровый аквариум и к концу года при должном стержании у вас уже будет хорошая такая красная красивая популяция вишни очень хорошо и с удовольствием плодятся из рода каридин однозначно рекомендуем креветок амана нет слов одни эмоции это самые полезные членистоногие друзья которые помогут вам борьбе с нитчатыми водорослями у нас на форуме их продают по 50 рублей за штучку при покупке от 50 штук это дешево кому надо ссылка в описании далее стоит отметить весьма задиристый род креветок макробрахиумов но все же можем порекомендовать для новичков из этого рода так называемых стеклянных креветок они же креветки призраки они весьма дружелюбны чего не скажешь в целом о роде макробрахиум нормально соседствует с мелкими рыбами и другими креветочками ну и напоследок посоветую креветок фильтраторов или банановую креветку эта креветка питается посредством веерных ресничек которые расположены у нее на клешнях ими она ловит вкусняшки на ветру микроорганизмы мелкие частички рыбьего корма остатки растений и тому подобную вкуснятину для этого креветка забирается на самое продуваемое место место где течение от фильтра максимально интенсивная и там растопыривает свои веера единственная трудность банановой креветкой необходимость уделять внимание их питанию и не допускать их голодания на этом разрешите завершить ролик надеюсь он был для вас интересным и полезным если вам не лень напишите обязательно в комментариях каких креветок вы сами содержите довольны ли дайте советы по их содержанию а меня по-прежнему зовут печальный астронатус и это была фанфишка точка ру всем хорошего настроения пока